Голодные игры. Лютая зима 2018. Завтра в 20.00 на РЕН-ТВ. Каждый день в мире рождается новая тайна и совершается открытие. Сегодня я, Олег Шишкин, утверждаю, у каждой загадки есть свой ответ. Надо лишь знать, где его искать. Давайте это делать вместе. В эфире «Загадки человечества». Сегодня в программе эксперимент с неизвестным концом. Зачем российский ученый подсадил себе бактерии, которым миллион лет? К чему приведет рискованный опыт? Это живые существа, живущие просто невообразимое количество времени. Инновационный проект шведских ученых. Вечный двигатель, основанный на разработках Николы Тесла, заработает в водах Уэльса. Почему современные изобретатели стремятся покорить подводное пространство? И какие еще технологии будущего будут запущены в глубинах океанов? За причем в качестве провода будет морская вода. Это мы повторили, запатентовали. Дата апокалипсиса назначена на 2017 год. Что ждет планету и человечество уже этой осенью? Шокирующий прогноз американских астрофизиков. Честно говоря, слишком мало пока времени существует наша цивилизация. Он был найден в болоте в графстве Антрим в Ирландии. Его рост 3 метра 70 сантиметров. Подделка или гениальный шифр? Манускрипт Войнича и формула эликсира бессмертия. Русский ответ на загадку тысячелетия. Этот манускрипт содержит 6 разных глав. 170 тысяч знаков. 272 страницы, 32 страницы из которых потеряны. Дети космической радиации. Новая гипотеза зарождения жизни на Земле. Почему ученые уверены, что все организмы на планете Земля – мутанты? Это мог быть радиоактивный изотоп молебдена. Сенсационное открытие археологов. Как доисторический браслет может перевернуть теорию Дарвина с ног на голову? Кто его изготовил? И почему денисовский человек, которого до сих пор считали вымершим, живет в каждом из нас? Мы можем предположить, что эта популяция пересекала Беринга в пролив. Смотрите прямо сейчас в программе «Загадки человечества». Причиной гибели Земли станет столкновение с неизвестной планетой или гигантским астероидом, который уже приближается к нам. Мировые космические агентства оставили заявления МИДа без комментариев. Однако, если верить ученым, за свою историю Земля не раз переживала массовую гибель практически всего живого. И большая часть этих случаев происходила именно из-за столкновения с неизвестными космическими телами. Нас ждет шестое обнуление – вымирание всего живого на Земле. Американский астрофизик Дэвид Митт сделал сенсационный прогноз. Стоит ли верить ученому? Ведь за последние пять лет конец света нам предсказывали чаще, чем когда-либо в истории человечества. Это называют большой пятеркой или полным обнулением планеты. Каждую эру, каждый цикл Земля словно по волшебству избавляется от всего живого. Сегодня ученым известно пять эр – пять обнулений. И каждая из этих эр сметала с лица Земли от 50 до 96% флоры и фауны. Крупные животные вымирали полностью. Специалисты Census of Marine Life подсчитали, что сегодня на Земле проживает почти 9 миллионов видов животных и растений, включая человека. Такое разнообразие кажется огромным, но это далеко не так. Удивительно, но все живущие ныне виды – всего лишь наследники крошечных 2% выживших после пяти массовых вымираний. Выверло около 96% морских растений. И там появилось около 57% насекомых. Следующая смена эпохи была уже в 60 миллионов лет назад, тогда вымерли динозавры. А люди появились 2 миллиона лет назад. 4,5 миллиарда и 2 миллиона – это мгновение. Что стало причиной массовой гибели жизни на Земле? Одна из наиболее вероятных гипотез – извержение супервулкана. Предположительно, катастрофа длилась сотни тысяч лет. Из образовавшихся в Земле трещин вылилось порядка 2 миллиардов кубометров лавы, которая покрыла всю нынешнюю территорию Западной Сибири. Сернистый газ отравил атмосферу. В результате кислотной дожди, пепел и триллионы тонн ядовитых веществ не оставили шансов на выживание почти никому. Вулканы, то еще чего-то. В том, какой-нибудь прилетает астероид, и, в общем-то, происходит какая-то такая глобальная беда. Это позволило подразделить геологическое время на ряд периодов. Собственно, их подразделяли именно по тому комплексу живых существ, которые тогда обитали. Сменялся комплекс, и говорили, что вот начался новый период. В 1812 году французский зоолог Жорж Кювье опубликовал свой научный труд, где сделал предположение о том, что жизнь на Земле развивается взрывообразно. Так родилась теория катастрофизма, гипотеза развития жизни на планете, в которой катастрофы играют роль движущей силы эволюции. Ведь если бы вот этих всех катастроф не было, человек бы, в общем-то, и на уровне животного остался. Однако развитие планеты и эволюция видов, живущих на ней, не одно и то же. По мнению ученых, именно вымирание динозавров позволило появиться человеку, так как с исчезновением гигантов у нас появился шанс на выживание и развитие. То есть, по сути, мы и стали продуктом эволюционного толчка планеты. Но самим динозаврам этот скачок стоил жизни. Последней глобальной катастрофой на планете, давшей заметный толчок в развитии человечества, по мнению ряда ученых, стал Великий Потоп. Был ли масштаб бедствия равнозначен тому, что описывается в ветхозаветном писании, вопрос спорный. Но если учесть, что упоминания о катаклизме встречаются в более чем 200 древнейших источниках, вероятно, что масштабное наводнение на Земле 7,5 тысяч лет назад все-таки было. Понятно, Земля неспокойная, как живой организм, все время в движении, все время идут в движении тектонические плиты. Понятно, это движение, значит, и сопровождается, конечно, и величайшими движениями воды. В своей теории зоолог Жорж Кювье делал особый упор на цикличность земных катастроф. Иными словами, между каждым новым катаклизмом должно проходить примерно одинаковое количество лет. Но сумел ли кто-то подсчитать этот цикл? Периодичность наверняка есть, но, честно говоря, слишком мало пока времени существует наша цивилизация. То есть такие явления, которые происходят с периодичностью 5, 10, 15, 20, 50 тысяч лет, иногда для геологов вообще оказываются как бы закрытыми. Мы просто пока точную эту цикличность, мы, собственно говоря, пока не смогли найти, по-чему делать. На 35-м геологическом конгрессе, который состоялся в Кейптауне, группа ученых-геологов сообщила, что с конца 20-го века наша планета вступила в новую эру – антропоцен или период человека. Означает ли новая эра новое обнуление? Возможно, оно уже началось. Последние исследования показали, что каждый день на Земле исчезает примерно 3 вида живых существ. А это в тысячу раз превышает показатели вымирания всех предыдущих эпох. По расчетам британского физика Стивена Хокинга, нашему человечеству на этой планете осталось жить не больше 100 лет. Ровно через один век, по мнению ученого, человечество достигнет точки невозврата. Эти фотографии появились в интернете в начале 2000-х и вызвали настоящий шок. Впервые у человечества появились доказательства – гиганты жили на нашей планете. Правда, буквально тут же сенсационные снимки признали подделкой. С разоблачением выступали самые именитые ученые планеты. Но сегодня, 15 лет спустя, Хью Ньюман, авторитетный американский ученый, публично заявил, «Гиганты – это не миф, это наше далекое прошлое, и у него есть тому доказательства». Их упоминает Библия, манускрипты египтян и шумеров. Древние греки называли их атлантами, которые держат на плечах небесный свод, а кельты и пикты считались строителями древних святилищ, таких же, как Стоунхендж. Таинственные великаны долгое время считались вымыслом, героями сказок и легенд. Переубедить научное сообщество удалось группе энтузиастов. Они не просто собрали доказательства существования на нашей планете цивилизаций гигантов, но и не побоялись предъявить их миру. Существует неизвестная нам скрытая история. Эти люди действительно существовали, и мы их потомки. Хью Ньюман – ученый с мировым именем. Много лет он преподавал историю студентам в ведущем университете Великобритании, но карьеру пришлось закончить после скандала. Камнем преткновения стали гигантские скелеты, обнаруженные в Англии. Вместо того, чтобы исследовать, научное сообщество решило просто не замечать сенсационные находки великанов. Такая позиция возмутила Ньюмана. Он ушел из университета и стал самостоятельно изучать следы цивилизации древних гигантов. Эта тема в истории человечества – одна из наименее изученных. Просто ради примера скажу, что в Северной Америке зарегистрировано более тысячи свидетельств и сообщений СМИ об обнаруженных скелетах высотой до 4,5 метров. За 10 лет Ньюман нашел больше тысячи свидетельств существования великанов. Уникальные документы, фотографии и артефакты. Одна из жемчужин коллекции профессора – бедренная кость гиганта. Только представьте, одно только бедро древнего титана было размером современного человека – 170 сантиметров. Для сравнения, такая же кость в скелете среднестатистического европейца составляет всего 40 сантиметров. Одна из фотографий была опубликована в журнале «Британский берег» в 1895 году. Гробницу гиганта ростом 3,5 метра в конце 19 века открыто выставляли в музеях Дублина, Манчестера и Ливерпуля. Настоящая мумия титана. Обхват груди великана – 2 с лишним метра. Длина руки – полтора. На правой ноге гиганта ученые обнаружили 6 пальцев. Им пришлось прикрыть его гениталии, потому что женщины буквально падали в обморок от увиденного. Что с ним случилось? Он почему-то исчез во время перевозки из Лондона в Ирландию. Это фото – единственное, что от него осталось. Еще один единомышленник Хью Ньюмана, Джим Виэйра, исколесил большую часть планеты. И буквально везде натыкался на следы загадочной цивилизации гигантов. Исследования, которые я веду в Суме, включают в себя около тысячи свидетельств таких находок, которые вы наблюдаете сейчас у меня за спиной. Все они подтверждены антропологами, археологами и ведутся с 1981 года. Удивительно, но большая часть уникальных находок бесследно исчезла. Как будто кто-то намеренно уничтожал остатки великанов. Но кому это было нужно? В декабре 2014 года Верховный суд США обязал Смитсоновский университет обнародовать засекреченные документы, датированные началом 20 века. Если верить свидетелям, выступавшим в суде, археологи обнаружили десятки тысяч гигантских человеческих останков. Все они были уничтожены с формулировкой для защиты господствующей хронологии эволюции человека. Был директор Центра физической антропологии, сторонник научного расизма Алекс Хадриклоу. Так его звали, если я не ошибаюсь. Он в действительности поставил крест на этих гигантских скелетах. Скандальное судебное разбирательство стало итогом многолетней борьбы Американского института альтернативной археологии с Академией наук. И, казалось бы, настало время пересмотреть историю эволюции человечества. Но официальное научное сообщество продолжает сопротивляться. Но если кости и черепа великанов можно было уничтожить, то сделать это с окаменелыми следами гигантских людей оказалось невыполнимой задачей. Десятки отпечатков огромных ступней до сих пор находят по всему свету. От Южной Америки до Аляски. Этот человеческий след отпечатан в граните. Только вдумайтесь, его длина 120 сантиметров. Это почти в 4 раза больше длины ступни современного человека. Сверху видно наслоение гранитных пород. Такой эффект получается, когда наступаешь, например, в расплавленную лаву. Представьте великана, который мог бы оставить след длиной 120 сантиметров. Если представить, что некогда на нашей планете обитали люди ростом выше 4 метров, то вопрос, кто же строил знаменитые египетские пирамиды, зекураты майя и таинственный Стоунхенш, отпадает сам собой. Это были они, загадочные великаны. И доказательства этой гипотезы можно встретить на фресках многих древних народов. Далее в программе. Эксперимент с неизвестным концом. Зачем российский ученый подсадил себе бактерии, которым миллион лет? К чему приведет рискованный опыт? Живые существа, живущие просто невообразимое количество времени. Инновационный проект шведских ученых. Вечный двигатель, основанный на разработках Николы Тесла, заработает в водах Уэльса. Почему современные изобретатели стремятся покорить подводное пространство? И какие еще технологии будущего будут запущены в глубинах океанов? Причем в качестве провода будет морская вода. Это мы повторили, запатентовали. Эликсир бессмертия зашифрован в таинственном манускрипте Войнича. Почему вот уже 500 лет ученые не могут расшифровать загадочную рукопись? И как российские математики расшифровали язык ангелов? Например, манускрипт начинается с фразы Мэри Триетката. Мы все мутанты. Невероятная гипотеза зарождения жизни на Земле. Каким образом кометы и метеориты заселили нашу планету? То есть какие-то земные биологические микроорганизмы мутировали в условиях невесомости? Теорию Дарвина опроверг браслет, найденный археологами на Алтае. Как сенсационная находка смогла свести на нет все постулаты истории? Чего мы не знали о наших доисторических прародителях? Это новый вид. Новый вид, скопаем мы человек. Смотрите прямо сейчас в программе «Загадки человечества». Мировая сенсация. Российский креолог Анатолий Брушков, рискуя жизнью, испробовал на себе новый рецепт молодости. Ученый подсадил себе древнейшую бактерию, найденную в вечной мерзлоте. Возраст микроорганизма – несколько миллионов лет. Брушков уверен, что после введения столь живучего микроба у него повысится иммунитет и даже появятся сверхспособности. Каким результатом приведет рискованный эксперимент? Какова максимальная продолжительность жизни организма? 100? 200? 500 лет? До недавнего времени биологи могли только гадать и строить версии. Все резко изменилось после экспедиции к поясу вечной мерзлоты в Якутии. Там ученые из МГУ нашли живую бактерию, возраст которой превышал 3,5 миллиона лет. Есть на свете живые существа, живущие просто невообразимое количество времени. И это действительно можно считать фактом практически сегодня. Вот это невероятно. Экспедиция в Якутию была не случайной. Ученые-геронтологи обратили внимание на продолжительность жизни народов Якутии. Неблагоприятные условия не мешают якутам доживать до 120 лет. Число 90-летних стариков больше только на Кавказе. Всестороннее изучение образа жизни якутов навело на мысль, что все дело в неизвестных науке микроорганизмах. Вполне возможно, что они попадают к людям вместе с талой водой. Изучив бактерию, Анатолий Брушков понял – бактерия знает секрет вечной жизни. Мужчина решился на смелый эксперимент и ввел в свой организм раствор с якутскими бактериями. Мне было интересно, так же, как, наверное, и моим коллегам, скажем, узнать, что будет, если, скажем, к нам попадут эти. Ну, естественно, что предварительно мы провели тесты, мы убедились, что они совершенно безвредны. Во всех случаях результат превзошел ожидания. Мало того, что крысы стали жить в два раза дольше, даже в старости они стали способны производить многочисленное потомство. Они нашли способ каким-то образом себя защитить, предотвратить эти повреждения, а может быть даже и вот осуществлять вот эти репарации, то есть восстановление. Но если так, у них это необычайно эффективный, необычайно мощный механизм, превышающий наш по эффективности намного порядка. Ученые уверены, в толще льдов могут скрываться и более древние, ранее неизвестные виды. Выводы специалистов МГУ поддержали зарубежные коллеги. Специалисты из Калифорнийского университета закончили исследование генома народов, живущих за полярным кругом. Выводы комиссии оказались сенсационными. Все люди Крайнего Севера имеют генетическую формулу, отличную от той, что можно обнаружить у жителей других регионов. Анатолий Брушков признается, что после подсадки бактерии почувствовал нечто похожее на омоложение организма. Исчезла утомляемость, улучшилась память. Пока он экспериментирует на себе, но уверен, очень скоро его примером в буквальном смысле заразятся миллионы. Сегодня мы мало чего знаем об этом механизме. Но зато у нас вполне достаточно материала. Этих клеток, вот, и образцов, с которыми мы можем работать. И я надеюсь, что со временем, может быть, и скоро, нам удастся открыть вот этот механизм, с помощью которого они защищают свои клетки. Человеческий организм буквально кишит микроорганизмами. Клеток бактерий внутри нас в 10 раз больше, чем клеток тела. Ученые считают, что до сих пор значение микроорганизмов недооценено. А ведь именно они могут скрывать секрет вечной молодости. У меня в руках так называемые перпетум-мобилия – вечный двигатель. Правда, конкретно этот всего лишь забавная игрушка. Как создать настоящий источник вечной и неиссякаемой энергии? Никола Тесла – один из немногих, кому, возможно, это удалось. Правда, только в теории. Воплотить в жизнь свои проекты изобретатель так и не смог. Зато сегодня, спустя 74 года после смерти гения, его разработки решила опробовать шведская компания Минестер. Шведы планируют построить подводную энергетическую ферму у берегов Уэльса. И это только начало. Какие еще подводные новинки появятся в 21 веке? И зачем человечество уходит под воду? На протяжении веков изобретатели пытались создать вечный двигатель. Машину, способную вырабатывать большие объемы энергии, без топлива и вреда для экологии. Несмотря на все передовые разработки, такого механизма до сих пор в природе не существовало. Однако шведская бабочка может стать первым перпетум Мобиле в истории человечества. Это, безусловно, новый шаг в развитии энергетики, в создании новых источников энергии. Это, безусловно, крупное открытие. Я ничего тут не могу сказать. Другое дело, что насколько оно будет оправдано экономически. Бабочкой подводный генератор энергии назвали за внешнее сходство с насекомым. Правда, улететь далеко механизму не удастся. Эта небольшая электроустановка будет крепиться к тяжелой донной платформе с помощью стальных тросов. Раскачиваясь в сильном потоке воды, бабочка будет вырабатывать электроэнергию. Новым изобретением шведские инженеры отчасти повторили разработанную Николой Теслой подводную лодку. Он просто говорил, что может передать электричество на корабли, и корабли будут двигаться от этого электричества, причем в качестве провода будет морская вода. Это мы повторили, запатентовали. Разработчики новой энергетической установки уверяют, что они решат все проблемы человечества, обеспечив планету бесконечным источником экологически чистой энергии. Одной такой бабочки хватит, чтобы снабдить электричеством небольшой городок. Однако прежде чем устройства будут активно внедряться в жизнь, им нужно получить экспертные оценки экологов. Есть оценки специалистов о том, что это абсолютно экологически безопасно. Но ведь то же самое говорили о ветряных станциях. А потом вдруг выяснилось, что на больших пространствах от ветряных станций, например, пропадают земляные черви. Нужно заново культивировать почву. Как отразится работа генератора на подводных обитателях действительно важный вопрос. Однако футурологи настроены оптимистично. По мнению некоторых исследователей, человечество рано или поздно должно будет освоить подводные глубины. Начать ученые предлагают с подводного сельского хозяйства. Технологии уже отработаны, и ничего в этом сложного нет. Поэтому выращивание растений под водой, в толщах воды, в искусственных оранжереях, которые находятся на глубине океана, уже для данных, для современной цивилизации, современных технологий, в общем, достаточно простая вещь. Зачем современному человеку организовывать свою жизнь под водой? Казалось бы, такой необходимости на сегодняшний день нет. Однако существует гипотеза, что Земле угрожает разрушение озонового слоя, которое может повлечь за собой масштабное отравление планеты радиацией. И тогда переезд на дно моря станет для людей единственным способом спасения. Мог ли себе представить Никола Тесла, что его чертежи и проекты позволят создать вечный двигатель? Подводную бабочку шведской компании запустят на испытании в середине этого года. Если установка окажется экологически безопасной и не будет приносить вреда морским обитателям, то можно смело утверждать, что человечеству откроется неиссякаемый источник энергии. Ведь всего одна бабочка будет вырабатывать до 10 мегаватт, а это примерно 14 тысяч лошадиных сил, то есть в 46 раз больше, чем максимальная мощность спортивного Феррари Калифорния. Далее в программе. Рукопись на ангельском языке. Что скрывает загадочный манускрипт Войнича? Почему больше 500 лет никто не может прочитать трактат? И что зашифровали на древних страницах средневековые алхимики? Русские математики готовы разгадать все тайны. Неизвестный труд святого человека, содержащий некие сокровенные тайны, которые касаются алхимии. Космическая теория зарождения жизни на Земле. Кто заселил нашу планету 4 миллиарда лет назад? Каким образом космическая радиация превращает живых существ в мутантов? В воде могли быть вморожены микроорганизмы, которые попадали в атмосферу Земли и здесь оживали. Сенсационная находка археологов перевернула историю. Как доисторический браслет, найденный на Алтае, смог опровергнуть теорию эволюции Дарвина? Кем были древние жители Денисовой пещеры? И что их связывает с современными людьми? Мы знаем, что многие гены популяции денисовцев передались многим другим континентальным популяциям. Смотрите прямо сейчас в программе «Загадки человечества». Жизнь на Земле зародилась из метеорита. Лауреат Нобелевской премии Фрэнсис Крик вывел теорию панспермии – внеземного зарождения жизни на нашей планете. Если верить гипотезе ученого, то 4 миллиарда лет назад метеорит, отколовшийся от другой живой планеты, упав на Землю, принес на нее простейшие микроорганизмы, из которых в процессе эволюции появились люди. Насколько возможно, что генетически мы дети другой планеты? Как кометы и метеориты переносят микробов в космосе? И можем ли мы погибнуть от внеземного вируса? В это сложно поверить, но все больше ученых склоняются к мнению. Жизнь на планету Земля попала из космоса. Одно из самых значимых открытий сделали российские астробиологи. Они исследовали метеориты и обнаружили микроорганизмы, возраст которых превышает 4 миллиарда лет. В тот момент Солнечная система только формировалась. Кометы могли быть рассадниками жизни на нашей планете. Хвост кометы состоит из замороженного вещества воды. В воде могли быть вморожены микроорганизмы, которые попадали в атмосферу Земли и здесь оживали. Кроме того, ученые смогли обнаружить живые микроорганизмы в космической пыли на обшивке МКС. Единственное, что смущает, при прохождении космического пространства, пронизанного радиацией, найденные микроорганизмы мутировали. То есть какие-то земные биологические микроорганизмы мутировали в условиях невесомости, видимо, воздействия радиации космоса, прижились во внутренних панелях Международной космической станции и мутировали настолько, что превратились в какой-то организм-монстр. Едва началась эра космоса, власти США и России попытались понять и подчинить себе этот процесс. Даже сегодня на бортах космических станций астронавты следят за развитием микроорганизмов и вирусов. Правда, эти исследования огласке не подлежат. Все результаты под грифом «Совершенно секретно». Что получили в результате? В открытом космосе появились новые формы примитивной жизни, которую с Земли туда послали. Это бактерии, водоросли одноклеточные и так далее. И вот мы до сих пор не знаем результатов этих экспериментов. Специалисты уверены, заигрывания с космосом не могут пройти бесследно. Человек не бог и не может предугадать всех мутаций. Некоторые процессы для нас просто непредсказуемы. Летавшая в предыдущие годы станция «Мир» на орбите была заселена мутировавшей плесенью. Поэтому было принято решение затопить в океане, пропустив через огонь, иначе эта плесень, если она начнет распространяться на Земле, она съест пластик, съест металлы. Звучит невероятно, но в 2001 году над индийским штатом Карелла более двух месяцев шел красный дождь. Физик Готфрид Луис, работающий в Индии, провел свое собственное расследование, результаты которого шокируют. Красные частицы – не пыльца, а микроорганизмы внеземного происхождения. Ученый предположил, что над Индией взорвался метеорит. Астрофизик Лев Орлов, изучив исследование Луиса, согласился с его гипотезой. «Взрыв метеорита мог распылить вот эти самые внеземные микроорганизмы в верхней части земной атмосферы над Индией, а потом выпали в виде вот такого необычного дождя. Этот дождь в кластерах молекул воды действительно мог нести в себе эти внеземные микроорганизмы». Прямых доказательств того, что красные дожди принесли внеземную жизнь в Индию, пока нет. Но в течение последующих пяти лет в штате Карелла ученые зафиксировали частые врожденные мутации среди людей и животных. Это можно объяснить тем, что вместе с цветными ливнями на Землю попали такие вещества, как молибден и марганец. Это активные металлы, которые участвуют в метаболизме, особенно марганец. Если там произошел такой взрыв, это мог быть радиоактивный изотоп молибдена, и он вызвал явно генные мутации. Для современного человека космос – это звездное небо и сеанс связи с МКС по телевизору. Однако в истории нашей планеты контакты с космосом происходили постоянно, иногда с тяжелейшими последствиями. Это шокирует, но ученые склоняются к тому, что как минимум 10 земных болезней могли быть принесены из космоса. Кроме чумы, в космический список входят испанка, атипичная пневмония, вирус Эбола, ВИЧ, коровье бешенство, мутантная сальмонелла, пандоровирус, вирус Зика, маргеллоновая болезнь и даже самая обычная простуда. Космические пришельцы в виде бактерий, вирусов, болезнетворных там каких-то организмов, это для нас большая опасность. Земля может потерпеть фиаско, крах. Недавно европейские астрофизики на расстоянии в 26 тысяч световых лет нашли молекулы, которые входят в состав ДНК человека. Выходит, мы действительно можем быть не одиноки во Вселенной. И, возможно, параллельно с нашей цивилизацией, где-то в космосе могла зародиться, эволюционировать и развиться совсем другая жизнь. С другой стороны, ученые не отрицают, что Земля, в свою очередь, тоже могла стать еще чьей-то прародиной. Ведь панспермия – процесс двусторонний. Миссия НАСА «НЕО-ВАЙС» обнаружила астероид вдвое больше знаменитого Челябинского метеорита. По прогнозам ученых, если космический гигант столкнется с Землей, масштаб разрушений будет в несколько раз больше, чем от падения метеорита в Челябинске в феврале 2013-го. Но, возможно, нам нужно опасаться не только самого столкновения с метеоритом. Что, если теория панспермии верна, и нам стоит ждать новых, еще неизвестных науке вирусов и болезней? Далее в программе. Рукопись на ангельском языке. Что скрывает загадочный манускрипт Войнича? Почему больше 500 лет никто не может прочитать трактат? И что зашифровали на древних страницах средневековые алхимики? Русские математики готовы разгадать все тайны. Неизвестный труд святого человека, содержащий некие сокровенные тайны, которые касаются алхимии. Шокирующая находка археологов способна перевернуть историю. Что нашли ученые на Алтае? Почему эта находка противоречит теории эволюции Дарвина? Кто такие денисовцы на самом деле? Что их связывает с современными людьми? И какими сверхспособностями обладали эти человекообразные существа? Функция этого гена связана с телесным жировым метаболизмом и с большим количеством других черт. В эфире «Загадки человечества». Смотрите на РЕН-ТВ. Российские математики расшифровали самый загадочный документ мировой истории. Манускрипт Войнича. По одной из версий, он содержит рецепт эликсира бессмертия. Артефакту 500 лет. Рукопись написана на неизвестном языке безымянным автором. Ее пытаются расшифровать больше века. Сотрудники института имени Мстислава Келдыша потратили на изучение манускрипта несколько лет. Каков результат? И удалось ли им раскрыть эту тайну? Исследователь Александр Уяненков уверен, что ему удалось разгадать тайну манускрипта Войнича. В это сложно поверить, ведь по преданию на страницах рукописи зашифрован рецепт эликсира бессмертия. Неужели человечество наконец-то обрело секрет вечной жизни? Первоначальное название рукописи – книга Дунстона. В средневековье манускрипт принадлежал алхимикам Джону Ди и Эдварду Келли. По мнению Ульяненкова, этот труд древние ученые считали наследием самого святого Дунстона Кентерберийского. И интерес к его содержимому проявлял сам император Римской империи Рудольф II. Книга Дунстана предполагала, что это неизвестный труд святого человека, содержащий некие сокровенные тайны, которые касаются алхимии. Поскольку Рудольф был католиком, то это должно было его просто поразить. Невероятно, но Рудольфу II удалось убедить алхимиков продать ему реликвию. После покупки артефакта за баснословные деньги римский император убедил алхимиков расшифровать ему писание. Но знали ли сами ученые шифр загадочного манускрипта? В дневниках Джона Ди возникает запись о том, что при дворе короля Рудольфа II им получено 630 дукатов. А между прочим, по тем временам это почти что 2 килограмма золота. Если верить записям дневников Джона Ди, обогативший алхимиков римский владыка остался ни с чем. Существует гипотеза, что алхимики сами придумали состав волшебного зелья для императора, чтобы получить вознаграждение. Весь манускрипт посвящен фактически составлению одного большого рецепта так называемого красного эликсира или красного порошка, который включает в себя очень специфические элементы. Не знаю, где вы их раздобудете. Например, пепел красного феникса. Но знали ли средневековые алхимики шифр манускрипта на самом деле? Джон Ди писал в своих дневниках о загадочном черном зеркале, из которого доносились детские голоса, говорившие на незнакомом ему языке. Записать и расшифровать мистическое послание ему помог Эдвард Келли. Надо сказать, что это зеркало находится сейчас, его может увидеть каждый в Лондоне, в историческом музее. После полугода опытов этим двум людям удалось создать первый в истории человечества искусственный язык, который состоял из 24 символов. Исследователь Александр Ульяненков придерживается более прозаичной точки зрения. По его мнению, шифр, который никто не может разгадать, на самом деле довольно прост. В манускрипте Войнича словно в детском букваре вместо слов – картинки. Каждый символ рукописи обозначает одно слово. Ну, вот, например, манускрипт начинается с фразы «Мэри триеткат», то есть «соедини обрабатываемые куски». Свой вариант расшифровки рукописи Александр Ульяненков отослал в знаменитый Ельский университет, где сегодня хранится манускрипт Войнича. Если гипотезу Ульяненкова подтвердят американские ученые, то впервые в истории, после целых ста лет попыток, тайна загадочного манускрипта будет наконец-то раскрыта. За сто лет манускрипт Войнича пытались расшифровать лучшие умы планеты. Российские математики недавно выдвинули сенсационную гипотезу. Расшифровать документ нельзя, но можно догадаться, о чем он, изучив иллюстрации. Иллюстрации манускрипта рассказывают рецепт получения опия из мака. Зарубежные эксперты с таким выводом российских коллег не согласны. Само предположение российских математиков анахронизм. В средневековой Европе середины прошлого тысячелетия опиум был совершенно легален и рассматривался как лекарство. Не было никакого смысла писать на непонятном алфавите сложно зашифрованный текст о его выращивании. Расшифровать манускрипт Войнича пытались даже специалисты по шифрам из Агентства национальной безопасности США. Они выдвинули гипотезу, что рукопись это абракадабра, не несущая никакого смысла. По мнению расшифровщиков, создатели книги преследовали корыстную цель продать ее подороже под видом сборника магических заклинаний. Над загадкой манускрипта бились и лингвисты. По их версии, рукопись это ботанический справочник. Но эту гипотезу опровергли ботаники. Они утверждают, что растений, изображенных на страницах, не существует в природе. Этот манускрипт содержит шесть разных глав, 170 тысяч знаков, 272 страницы, 32 страницы, из которых потеряны, и 35 тысяч слов, которые до сих пор не разгаданы ни криминалистами, ни любыми современными компьютерами. У Александра Ульяненкова есть своя теория происхождения этого артефакта. Ученый уверен, что средневековые алхимики Джон Ди и Эдвард Келли сами создали загадочный манускрипт, в тексте которого зашифровали тот самый несуществующий рецепт эликсира вечной жизни. Все это, по мнению Ульяненкова, было проделано ради того, чтобы получить от римского императора солидное вознаграждение. И если гипотеза российского исследователя окажется правдой, то выходит, что последние сто лет ученые всего мира пытались разгадать шифр самой гениальной подделки в истории. В 40-х годах 20-го века профессор Киллского университета британский лингвист Гордон Рак первым назвал манускрипт фальшивкой. Свои выводы он подкрепил доказательствами. Во-первых, в рукописи имеются повторения слов несвойственной живой речи. Например, «Квокади, квокади», «Дал, квокади, квокади». Во-вторых, во всех известных рукописях встречаются исправления. Даже самый прилежный писарь рано или поздно совершает ошибку. Но анализ манускрипта показал, что ни одной исправленной буквы или цифры в нем нет. Перед вами фрагмент хлоритолитового браслета. Его обнаружили в Денисовой пещере. Эта сенсационная находка археологов перевернула представление ученых о древнем человеке. В 2008 году на Алтае исследователи нашли останки человекообразного существа. Денисовец, так назвали его ученые, оказался отдельной, параллельной ветвью эволюции человека. Этот вид, как считали антропологи, находился на низшей ступени развития, но найденный браслет внес существенные коррективы в некогда стройную гипотезу. Так кем же на самом деле были денисовцы? Денисовский человек умел обрабатывать камень, используя технологии, недоступные другим древним людям. К таким выводам пришли ученые после того, как в Денисовой пещере было найдено украшение, принадлежащее вождю племени. Хлоритолитовый браслет, найденный учеными, представляет собой два обломка, ширина которых 27 миллиметров, а толщина 9. Диаметр изделия всего около 7 сантиметров. Ученые считают, что изначально он мог быть украшен несколькими бусинами, крепившимися с помощью кожаного шнурка. Были обнаружены изделия труда и достаточно тонкие, ну я бы не сказал, ювелирные украшения, но по крайней мере какие-то археологические такие артефакты, которые, ну просто какой-то примитивной техникой не сделали. Действительно, хлоритолит, из которого сделан браслет, очень хрупкий материал. После многочисленных анализов ученые выяснили, что доисторическое украшение как минимум дважды ломалось и даже один раз подвергалось сложному ремонту. На артефакте были обнаружены следы шлифовки и последующего склеивания. Кроме того, отремонтированный браслет повторно покрывали неизвестным мягким веществом, способным скрыть шов. По мнению ученых, такой браслет в своем первозданном виде мог бы с успехом продаваться и в современном магазине. И это настоящая сенсация в антропологии. Ведь еще недавно денисовцев считали примитивным видом. Предполагалось, что эти древние люди не могли даже говорить и были способны только на борьбу за выживание. Все, что у нас осталось от популяции денисовского человека, это фаланга пальца. Говорить о том, какая была их жизнь, очень сложно. Именно поэтому мы сейчас пытаемся найти больше останков денисовского человека, чтобы посмотреть, можем ли мы действительно сделать реконструкцию их жизни, посмотреть, как они жили. Ученый-генетик Фернандо Россо изучает останки денисовца с момента открытия. В своей лаборатории он сумел выделить ДНК из найденного на Алтае фрагмента, фаланги, мизинцы руки. Проведя ряд анализов, Россо сделал действительно сенсационное открытие. Мы знаем, что многие гены популяции денисовцев передались многим другим континентальным популяциям. Три года назад был найден ген, который получен от предков жителей Тибета, который позволил им выжить на большой высоте. Аналогичный тибетскому ген выявили и у жителей Гренландии инуитов. Эти обитатели берегов северных морей, так же, как и высокогорные тибетцы, имеют невероятную устойчивость к холоду благодаря особому гену, унаследованному от алтайского человека. Функция этого гена связана с телесным жировым метаболизмом и с большим количеством других черт. Мы можем предположить, что, когда эта популяция пересекала Беринга в пролив, этот ген позволил им адаптироваться к очень низким температурам. И, возможно, этот вариант гена позволил им выжить при пересечении Берингового пролива. Еще при первом изучении найденных останков ученые обратили внимание, что Денисовец сильно отличается от других древних предков людей. Оказалось, что Денисовский человек отличается и от Сапиенса Сапиенса, человек современного типа, и от Неандертальца, ископаемого человека. Денисовский человек это новый вид. Новый вид ископаемого человека, который не имеет отношения ни к Неандертальцу, ни к Сапиенсу Сапиенсу. Главным доказательством в поддержку этой гипотезы выступили найденные в пещере вместе с фрагментом пальца маляры, коренные жевательные зубы, те, которые находятся на краях челюсти. Дело в том, что у Денисовца они оказались необыкновенно большими. Андрей Тюняев, президент Академии фундаментальных наук, уверен, что роль Денисовца в развитии человека недооценивают. Традиционная история уверяет, что все нации и расы произошли от одной и той же ветки протолюдей. Но что, если Денисовцы никуда не исчезали, а просто эволюционировали, скрещиваясь с Неандертальцами и Гомо Сапиенс? Исследователи показали, что генов Денисовского человека в Азиатском регионе насчитывается до 8%. Это очень много. Поэтому, когда говорим, что Юго-Восточная Азия, вот эти проценты, мы должны понимать, что это все население Юго-Восточной Азии является денисовским человеком, потомками его. Пока что в научных кругах не готовы к столь громким заявлениям. А потому в официальных источниках денисовский человек продолжает считаться малоразвитым видом, бесследно исчезнувшим с лица Земли 40 тысяч лет назад. Раскопки в Денисовой пещере на Алтае были начаты в 1982 году. За 35 лет непрерывных исследований ученым удалось добраться лишь до 11-го культурного слоя, а это примерно 50-60 тысяч лет назад. Исследования идут полным ходом. И современные методы выявления человеческого ДНК из осадочных пород помогут нам узнать больше не только о самих денисовцах, но и об их прародителях. Мир полон тайн. И каждый раскрытый секрет еще один шаг на пути к истине. Давайте идти по этому пути вместе. Меня зовут Олег Шишкин и это были «Загадки человечества». Субтитры создавал DimaTorzok